Вас приветствует магазин Папироска.РФ и вы смотрите видеоинструкцию с бокс-мода с функцией температурного контроля под названием IPVD2. Приходит устройство вот такой вот коробочки. На передней стороне располагается схематичное изображение бокс-мода, а также его название. Сверху и снизу располагаются логотипы компании, также сбоку располагается информация о выбранном нами цвете. А на обратной стороне располагается контактная информация производителя, также предосторожности и сертификаты. Внутри нас встречает сертификат подлинности, также инструкция вот в таком вот формате на английском языке, довольно-таки подробная. Также непосредственно сам бокс-мод в комплектном чехле, а также кабель длиной 30 см вот с таким вот необычным коннектором. Таким образом бокс-мод выглядит вместе с комплектным чехлом, довольно-таки компактный бокс-мод, который легко скрывается руке, да к тому же при этом бокс-мод является достаточно легким. Корпус бокс-мода изготовлен из алюминия, длина бокс-мода составляет 73 мм, ширина 39 мм, а толщина 23 мм. Вес бокс-мода вместе с установленным аккумулятором составляет 180 грамм. Внутри устанавливается аккумулятор формата 18650, лучше всего для данного бокс-мода подойдут аккумуляторы с током отдачи от 20 А. Бокс-мод может работать как в режиме варивата, так и в режиме температурного контроля. В режиме варивата бокс-мод поддерживает от 7 до 75 Вт, при этом диапазон рабочих сопротивлений составляет от 0,2 Ом до 3 Ом. В режиме температурного контроля буксмод может работать как на никеле, так и на титамне. При этом поддерживая мощность составляет от 10 джоулей до 50 джоулей, а диапазон рабочих сопротивлений составляет от 0,05 Ом до 0,3 Ом. В режиме температурного контроля буксмод поддерживает от 100 градусов Цельсия до 300 и от 212 градусов по Фаренгейту до 572. Сверху расположился стальной коннектор, внутри которого установлен подпружиненный пин. Снизу располагается 5 газоотводных отверстий, а также порт для зарядки и индикатор заряда. Для установки аккумулятора в данном буксмод необходимо снять крышку. Делается это вот таким вот образом. Крышка снимается, и здесь нас встречает отсек под аккумулятор 18650. Сверху имеется подпружиненный минусовой пин для удобной установки. Аккумулятор устанавливается плюсом вниз. Далее закрываем крышку. Устройство готово к работе. Таким образом выглядят органы управления данным буксмодом. Здесь имеется кнопка Fire, кнопка плюс и минус, а также экранчик. Пятикратным нажатием кнопки Fire включим устройство. Далее, если одновременно зажать кнопку Fire и кнопку вверх, можно заблокировать устройство. При пятикратном нажатии кнопки Fire мы переходим в меню. Здесь мы можем выбирать либо Power Mode, либо Joule Mode, то есть либо режим Varivata, либо режим температурного контроля. Далее имеется выход из меню, а также можно полностью выключить устройство. В режиме Varivata на экране отображается мощность, также вольтаж батарейки с точностью до сотых, также сопротивление с точностью до сотых и схематичное изображение заряда аккумулятора. Если мы выбираем режим температурного контроля, то нам предлагается выбор либо Фаренгейтов, либо Цельсиев. Также нам предлагается выбрать температуру. Лично для себя я остановился на 380 градусов по Фаренгейту. Далее нам предлагают выбрать Койл либо на Титане, либо на Никеле. Далее нам предлагают выйти из меню. В режиме температурного контроля на экране отображается мощность в джоулях, также выставленная температура, сопротивление с точностью до сотых и схематичное изображение батарейки. Сейчас я установил сюда намотку из 0.32 никеля, это Space Coil из никеля на оправу 2.5 мм на 12 витков. Установил я его сюда для того, чтобы мы могли проверить, насколько корректно работает температурный контроль на данном бокс-моде. Но прежде чем приступить, необходимо зафиксировать сопротивление. Для этого необходимо одновременно зажать клавиши плюс и минус. Как мы видим, сопротивление зафиксировалось. Ну что ж, а теперь давайте проверим. Я выставил 380 фаренгейт и давайте посмотрим, как поведет себя бокс-мод в данном случае. Как мы видим, срабатывает температурный контроль и наша вата остается в целости и сохранности. По итогу мы имеем очень компактный и легкий бокс-мод с функцией температурного контроля, который легко скрывается в руке. При этом данный бокс-мод обладает мощностью до 75 ватт, что позволяет накрутить сюда какую-нибудь дрипку и испускать большие облака пара. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментарии на ютюбе, а также в нашей группе вконтакте. Также не забывайте подписываться на канал и оценивать видео. Ну а на этом я прощаюсь с вами и желаю вкусного и густого пара.